Гольф-клуб нельзя из-за ущерба экологии и водозабору. А как насчет парка с катанием на собаках за деньги? Остров Татышево снова в центре противостояния. На нем предлагают устроить контактный зоопарк. Экологи против обустройства площадки со зверятами. Депутаты, наоборот, не возражают. Лишь бы детям было приятно приехать и потрогать копытных, покататься на хаске, покормить их. Да, за деньги, да куда сейчас без них? Какая же позиция у дирекции острова, а также у сотрудников Роева ручья? Узнаем из репортажа Светланы Овсяниковой. Четвероногие сыты, дети довольны. И это, говорят в зоопарке, еще не лето. В мае, когда снова заработает контактный зверинец, покормить, погладить или пощупать можно будет даже больше животных. Индюшек, несушек, пони или карликовых коз. Популярность у такого аттракциона зашкаливает. В Роевом ручье даже провели исследование. Оно подтвердило, потребность в близком контакте с фауной, оказывается, испытывают примерно 70% посетителей. Именно поэтому, объясняют в зоопарке, хотелось бы еще одну площадку в черте города. Один из главных аргументов ориентир на Европу. Там животные давно ближе к людям. Люди должны общаться с животными. Люди должны как можно больше общаться с животными. Люди должны мочь контактировать, потому что именно это и воспитывает, в том числе и детей. В дирекции острова идею руководства зоопарка пока комментируют осторожно и сдержанно. Объясняют вопрос серьезный. Прежде чем предоставить территорию, необходимо посоветоваться с экологами и красноярцами. Там, где есть животные, есть и продукты их жизнедеятельности. А на Татышеве сегодня находится крупнейшая в городе водозаборная станция. Сначала придется выяснить, возможно ли такое соседство. Тем временем некоторые депутаты городского совета уже сегодня не скрывают. Идея им нравится. Константин Сенченко уверяет заявление о том, что контактный зоопарк нельзя вписать в проект развития острова. Тем более по экологическим причинам больше похоже на отговорки. Дирекции, скорее всего, просто жалко земельного участка. Я не думаю, что одна козочка или два кролика каким-то образом нанесут ущерб фауне и флоре острова Татышев. У нас там много сусликов живут и никакого вреда от них нет. Поэтому появление небольшой группы животных, на мой взгляд, никакого глобального ущерба не нанесет. А вот эколог Александр Колотов депутата не поддерживает. Говорит, дело даже не в том, что ферма на острове будет лишней, потому что он и так перегружен. Проблема в заботе о самих животных. Разве логично селить их в черте города, в котором по несколько раз в месяц объявляют режим черного неба? Подумайте, где звери будут более защищены от черного неба? В Роевом ручье, около столбов в лесу, фактически, да? Или прямо в центре города на острове Татышев? Появится ли на острове контактный зоопарк или нет, этот вопрос депутаты горсовета обсудят на очередной комиссии на следующей неделе. Но точку народные избранники вряд ли поставят. В социальных сетях уже разгораются такие споры, что без мнения горожан, скорее всего, обойтись не смогут. Светлана Овсянникова, Олеся Рожкова, Дмитрий Гаврилко, Сергей Раков, 7 канал Новости.